МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Итоги недели. Здесь мы говорим о ключевых событиях за минувшие 7 дней. В нашей программе правдивые факты и оперативные съемки с мест преступлений. Рассказываем подробно и только о самом важном. В Якутии завершено расследование убийства целой семьи. Уголовное дело возбудили после того, как в жилом доме обнаружили тела 4-х человек с признаками смерти криминального характера. Среди убитых были и дети. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. Фабулу страшного преступления и о том, как задерживали подозреваемого, расскажем далее. На убийство пьяный мужчина пошел из-за того, что знакомой угрожало привлечь его к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, если тот не даст ей денег. Вооружившись ножом, он явился к обидчице домой и ее убил. Затем зарезал и всех членов семьи. Престарелую мать и двух малолетних детей. Нанес 4 ножевых. Куда? В туловище. В тот же день была установлена личность подозреваемого. Во время задержания мужчина выпрыгнул в окно, пытался скрыться. Нанес полицейскому не менее трех ударов ножом и ранил его в левую руку. Впрочем, рана не помешала правоохранителю выполнить служебный долг. Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное убийство четырех человек с целью скрыть другое преступление. Также ему инкриминируется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Сейчас уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд. В Алтайском крае в превышении должностных полномочий обвинили сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии. По данным следствия, они нарушили закон, организовав вырубку леса. Далее подробности. По данным следствия, в 2017 году должностные лица Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края незаконно организовали вырубки в местном лесничестве. В следствии, в превышении должностных полномочий лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей. С вами будут проведены следственные действия по уголовному делу. Вам разъясняется ваше право. Сейчас по уголовному делу ведется сбор доказательств. В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, следственными органами наложено арест на имущество одного из фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается. На этой неделе россияне почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В среду на Красной площади состоялся парад, посвященный 75-летию Великой Победы. На праздники побывал и председатель СК России Александр Бастрыкин. А в понедельник, 22 июня, в стране отметили одну из самых печальных дат в ее истории. О том, как сотрудники Следственного комитета провели День памяти и скорби, расскажем в следующем сюжете. Любимый мотив освободителя города на Неве слушает прямо из окна собственной квартиры. Музыкальный концерт в подарок ко дню рождения ветерана устроили смоленские следователи. Волею судьбы персональный праздник Михаила Кугелева выпал на тяжелую для всей страны дату. В тот самый день, когда гильдеровцы напали на родину, ему исполнилось всего 18. Дальше была война. О боях за северную столицу всю жизнь напоминала осколочная рана. Не забыл герой орденоносица погибших товарищей. Тогда из немецкого окружения вместе с Михаилом Семеновичем вышли 3000 бойцов. Более 150 тысяч погибли в котле. После госпиталя раненый воин вернулся в строй. Сражался в Прибалтике. Боевой путь закончил в Латвии. Офицеры Следственного комитета России стараются радовать земляка своими визитами и сюрпризами. В январе ветеран принимал личный парад, в июне уже смотр военной песни. Впрочем, личное торжество он, конечно же, разделяет с общей болью и скорбью за миллионы жизней солдат и мирных жителей, ставших жертвами вероломного врага. В новгородской деревне Жестяная горка гитлеровские душегубы расстреливали сотнями. Эти останки времен Великой Отечественной, которые 22 июня захоронили в братской могиле, обнаружили поисковики. Сотрудники Следственного комитета распознали часть костных фрагментов. Помимо мужчин, среди убитых были женщины и даже маленькие дети. Судебно-медицинские исследования позволили установить причины смерти людей. Согласно выводам экспертов, большая часть их была расстреляна, о чем свидетельствуют следы пулевых отверстий. Современные возможности генетики в совокупности с архивными данными позволят не только установить личности погибших, но и преступников, причастных к геноциду. Субтитры создавал DimaTorzok Алые гвоздики и венки в день памяти и скорби возложили к каждому памятнику погибшему Великой Отечественной. К мемориалам воинской славы пришли офицеры Приморья и Кемеровской области, Ульяновской и Нижегородской земли, жители Петербурга и других городов, где память о событиях тех страшных лет никогда не будет истерта и опорочена теми, кто сегодня пытается переписать историю. Историю огромного многонационального народа, победившего в самой жестокой войне. Это были итоги недели на Следкоме. Больше новостей на нашем YouTube-канале и в соцсетях. Подписывайтесь и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok